Концепция дворца единоборств в областной столице позволит ребятам тренироваться с комфортом. Универсальный спортивный комплекс возводят на улице Александровской в Засвиярском районе города. За основу взято пустующее здание. Сейчас здесь проделано 80% работ. Их темпы проконтролировал первый заместитель главы области Игорь Эдаль. Ведутся внутренние отделочные работы, ведется замена в рамках реконструкции коммуникаций. Это водопровод, водоотведение. В принципе, график производства работы на своей жизни выполняется. Финансирование поступило по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Завершат ремонт аккурат к весне этого года. Тогда Дом боевых искусств будет готов к приему соревнований и всероссийским турнирам сразу по семи видам спорта. Именно в этом большом зале он будет предназначен с местами для зрителей. И для проведения соревнований либо в борьбе, либо для установки ринга. То есть здесь все будет под это устроено. Будет такой модульный зал. Следующий объект, самый крупный спортивный объект – это футбольный манеж. По улице Шолмова срок его сдачи – это сентябрь этого года. Сейчас работа выполнена на 70%. То есть периметр сейчас закрыт, кирпичная кладка. Началась внутренняя отделка. По плану «Крытый манеж» делают двухуровневым. С полноразмерным футбольным полем и трибунами на 499 мест. Общая площадь манежа – 15 тысяч квадратных метров. Предусмотрены комплексы раздевалок, два разминочных зала, комнаты судей, деликатов матчей, помещение для СМИ, допинг-контроля и тренажерный зал.